В самой обычной квартире вдруг вырастают скалистые горные хребты, расстилаются горные озёра, поют птицы и ангелы. В этом и реальном мире нет границ, рамок и непреодолимых препятствий. Попасть сюда может не каждый. Эти люди обладают особым видением. Они открыты, наивны и порой не способны защититься от жизни реальной. Такими предстают главные герои спектакля «Свободный Тибет». Три главных персонажа. Им это обыденность, но быт, он им не близок. Они как бы не вписываются на обочине жизни, так скажем. И они не могут принять быт и поэтому фантазируют. Там даже есть такая фраза «Она от жизни прячется». Режиссёр сопереживает каждому герою своего произведения. Своим альтер-эго Антон Морозов считает мальчика Алёшу. У этого персонажа есть легальное право фантазировать. Ему всего 12 лет. Главные герои уже в том возрасте, когда такое поведение кажется странным для окружающих. Алёша это понимает и старается помочь взрослым снова окунуться в мир фантазий и найти, наконец, свободный Тибет. Давно читал Рома Михайлова. Это такой математик. В этом куча всего. Математик, писатель, всякую мифологию. Он в своих рассказах, у него есть своя мифология. Несмотря на то, что он рассказывает иногда о какой-то чернухе, он рассказывает это так, что очень по-доброму. Он как бы всем своим персонажам сопереживает. Мне очень важно было перенести это в спектакль. Спектакль «Свободный Тибет» вырос из эскиза, поставленного на творческой лаборатории в рамках проекта «Театр наций театром атомных городов» при поддержке программы «Территория культуры Росатома». В отличие от эскиза, спектакль подробнее раскрывает реальный мир. Обычный уклад жизни героев. Общий язык с актерами Антон Морозов нашел очень быстро. Это такой спектакль, который мы сочиняли вместе. И мне важно было, что это не что-то навязанное мною. А мы когда-то спрашивали, мы разговаривали, что им ближе. Если им это не ближе, не надо идти направо. Если тебе не хочется идти направо, давай поговорим о том, почему он идет налево. И какая-то у нас такая взаимная любовь такая. И все подключены, всем это интересно. В связи с ограничениями из-за пандемии COVID-19 вход в театр для совершеннолетних зрителей только по QR-коду о вакцинации или об иммунизации. Приобрести билеты на спектакль можно в кассе театра и онлайн. Для лиц старше 12 лет. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.